Живая рождественская елка теряет популярность в Италии. Шесть итальянцев из десяти выбирают искусственное дерево, чтобы сэкономить. И декорируют его из года в год одним набором украшений. Таким образом, сумма, которую готовы потратить жители страны на приобретение елки, сокращается. Но, правда, отказаться от традиции совсем страна не готова. В этом убедилась Юлия Гончар. Площадь Святого Петра в Ватикане. Рабочие устанавливают огромную живую ель. Диаметр ее ствола у основания достигает 70 сантиметров и 8 метров в размах ветвей. Это самая высокая и безоговорочно самая красивая рождественская елка в стране. Дереву 85 лет и привезли его из лесов на границе с Австрией, с самого севера. Ель – это из города Скурелли, мэром которого я являюсь. Дерево срезано в горах, в лесу на высоте 1300 метров над уровнем моря. Высота же самого дерева – 25 метров и весит оно около 6 тонн. Украшена елка римского папы множеством разноцветных глиняных шаров. Их раскрашивали дети, которые проходят лечение от рака. Итальянцы же из цветов на своей рождественской елке единодушно предпочитают красный. Шары я вешаю в этом году красные, в следующем синие, потом снова красные. На ней всего понемногу – старинные шары и современные, смесь красного и золота. Мы украсили его желтым и красным в цвета римской футбольной команды. Невероятно популярную живую елку в последние годы в Италии вытесняет искусственная. Лишь 35% населения сегодня отдают предпочтение натуральному дереву. Остальные пользуются предложением синтетической промышленности, чтобы сэкономить. Выбрасываешь – получается 30-40 евро. Разве нет? Приносишь домой живую – красиво, но сохранить ее невозможно. Я поставила искусственную. Такой можно пользоваться несколько лет и не тратить деньги каждый год. У меня белая с золотыми шарами. Им тоже уже лет 20. Хорошая экономия. В этом году итальянцы, согласно статистике, готовы потратить на покупку праздничной ели не больше 35 евро в среднем. Не в счет охотники за эксклюзивом, а есть и такие. Каждый год модные дизайнеры, стилисты, архитекторы предлагают ценителям свои рождественские шедевры. Дерево от Версачи или Гуччи будет стоить от 300 евро до 5000. Вырученные средства, как правило, идут на благотворительность. Всегда есть те, кто сам наряжать елку не хочет, но не откажется от авторского дерева. Все наши елки авторские, все подписаны стилистами. Живое дерево засыхает, после праздников его выбрасывают. А текстильное дерево Рената Балестры или дерево Прада для детской комнаты, они будут служить очень долго. Какими бы ни были финансовые возможности, рождественская елка остается главным символом самого ожидаемого в Италии праздника. Отказаться от него по разным причинам в этом году решили лишь 10% итальянцев. Юлия Гончар, Массимилиан Увольпе, Хабар, 24.